МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости. Здравствуйте! Информационную картину дня вам представят корреспонденты нашего канала и я, Гульнур Жакен. Сегодня в программе. Круглый стол, приуроченный месячнику борьбы с туберкулезом, прошел в Караганде. За последние годы в районе имени Казбекби наметилась тенденция к стабилизации и снижению основных показателей заболеваемости и смертности от туберкулеза. Чистый флюроснимок – залог здоровья. Под таким девизом с 23 февраля по 24 марта в стране проводится месячник, посвященный борьбе с туберкулезом. Каждую секунду в мире один человек заражается этой болезнью. В настоящее время инфицирована треть населения Земли. В связи с этим профилактика туберкулеза является одним из приоритетных направлений в деятельности государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Данное мероприятие у нас сегодня в Управлении защитных прав потребителей района имени Казбекби проводится с приглашением заинтересованных служб, ведомств, организаций именно по вопросу профилактики и предупреждения туберкулеза. 24 марта в Казахстане, как и во всем мире, отметят Всемирный день борьбы с туберкулезом, целью которого является повышение осведомленности населения о профилактических мероприятиях и первых признаках туберкулеза, формирование солидарной ответственности работодателя и работника за его здоровье, привлечение внимания общественности к данному заболеванию с целью изменения отношения к этой проблеме. Эффективным методом предупреждения заболевания является вакцинация и ревакцинация, особенно для детей. Основным критерием тяжести в эпидемиологической ситуации являются регистрации среди детей и подростков. Она имеет особое внимание как со стороны здравоохранения, так и со стороны управления защитой прав потребителей. Солидарная ответственность каждого человека за состояние здоровья народа заключается в соблюдении элементарных мер личной гигиены, закаливании организма, отказе от вредных привычек и своевременном обращении к врачу. Все это способствует уменьшению распространения туберкулеза. Екатерина Афанасьева, Жаксолык-Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Жизкозгане раскрыто убийство десятилетней давности. Его совершил ранее осужденный 27-летний житель Сатпаева. Как оказалось, он был осужден в 2009 году на 8 лет за разбойное нападение и отбывал наказание в колонии. В ходе досудебных разбирательств он дал признательные показания. Убийство произошло 5 ноября 2006 года на окраине Жизкозгана. Тогда в сгоревшей автомашине был обнаружен труп таксиста. Было возбуждено уголовное дело. Для раскрытия данного преступления создали оперативную группу. Но в связи с отсутствием свидетельской базы, раскрытие данного преступления вызвало затруднение. Спустя годы сыщики региона во время поиска свидетелей вышли на след подозреваемого. Им оказался осужденный, отбывающий срок в колонии. Он дал признательные показания, что с целью завладения денежных средств убил потерпевших и с целью скрыть преступление поджог автомашины. На данный момент материал уголовного дела направлен в прокуратуру Карагандинской области в дальнейшее направление суд. Два иностранца разбились насмерть в результате аварии на автодороге Караганды-Аксу-Аюлы. ДТП произошло в результате лобового столкновения двух автомашин. Еще двое граждан Узбекистана госпитализированы. Проводится досудебное расследование. Авария произошла недалеко от поселка Спаск. Виновником ДТП стал водитель автомашины ВАЗ-2115, 39-летний гражданин Кыргызской республики. По предварительным данным, из-за гололеда он не справился с рулевым управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с грузовой автомашиной «ДАВ». От полученных травм сам водитель и двое жителей Республики Узбекистан скончались на месте. Еще двое пассажиров легкового автомобиля жители Республики Узбекистан госпитализированы. Сотрудники ДВД Карагандинской области предупреждают всех водителей транспортных средств в связи с ухудшением погодных условий быть осторожными и бдительными на дорогах. На сегодняшний день по данному факту проводится досудебное расследование по статье 345, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначены необходимые экспертизы, проводится расследование. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Впервые в Караганде. Выставка экзотических животных. Ежедневно с 3 марта по 2 мая. Торговый центр «Сити Молл». Третий этаж. В областную палату предпринимателей за помощью обратилось фермерское хозяйство «Роза Агро». При реализации проекта по применению капельного орошения возникли проблемы с поддержкой со стороны государства, а именно с выплатой субсидий. Подробности у Асель Сазанбаевой. Предприниматель Бекмагамбет Каумбеков из Осакаровского района в 1999 году создал фермерское хозяйство «Роза Агро». В 2015 году на площади 102 гектара предприниматель внедрил капельное орошение картофеля и овощей. Это первое и единственное хозяйство в районе, использовавшее такой дорогостоящий, но перспективный и передовой метод выращивания сельхозпродукции. Проект предусматривал вложение предпринимателя примерно 700 тысяч тенге на 1 гектар. Фермер обратился за поддержкой в палату предпринимателей. При оформлении лизинга ему гарантировали получение субсидий в размере 150 тысяч тенге за 1 гектар насаждений. В мае департамент сельского хозяйства области подписал гарантийное письмо. Однако уже через месяц Акимат Карагандинской области принимает постановление и утверждает нормативы субсидий в размере 80 тысяч тенге за 1 гектар, вместо гарантированных 150 тысяч тенге. Проект оказался на грани срыва. Уменьшение размера субсидий привели к задолженности фермерского хозяйства перед АО «Казагрофинанс» в размере более 8 миллионов тенге. Говоря о нашей области, аналогичный случай был в городе Жизказган в прошлом году. В результате предприниматель понес убытки на 1 миллион 600 тысяч тенге, поскольку данную сумму он не получил, мы пришли к решению возбудить уголовное дело, как нанесение материального ущерба предпринимателю по 195-й статье Уголовного кодекса Республики Казахстан. То же самое мы рекомендуем и в этот раз, учитывая то, что в этом случае сумма значительно больше. Палата предпринимательной направила обращение по вопросу законности действий местного исполнительного органа. По результатам рассмотрения, органами прокуратуры на имя Акима области было внесено представление об устранении нарушений законности. Управление сельского хозяйства признало допущенные нарушения при принятии проекта. А сердце Замбаева, Олжас Габасов, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. В главной мечети отметили весенний праздник Наурыз. Жарасептердастер иманменен. Так называлась выставка, на которой представили национальные казахские блюда, украшения, одежду и многое другое. Подробнее расскажет Лариса Хусейнова. На мероприятие пришли постоянные посетители главной мечети. Здесь же в библиотеке гости собрались для того, чтобы поздравить друг друга с праздником Наурыз. Я очень рада, что в мечети проводят такие мероприятия. Большое спасибо за то, что пригласили. Хочу поздравить всех горожан с этим замечательным праздником. На встрече карагандинцы разговаривали о традициях и обычаях. Женщины делились кулинарными секретами национальной кухни и особенностями казахских украшений. А студенты рассказали о правилах игр Асакату и Тугас Кумалак. В преддверии Наурыза у нас в мечети прошла праздничная встреча. Этот праздник для всей страны. Мы должны соблюдать казахские исторические традиции и воспитывать молодежь в этом духе. Цель праздничной встречи – привить любовь к казахским традициям и обычаям и воспитать патриотизм. Лариса Хусейнова, Исламбек Оспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Караганде проходит региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди студентов технических специальностей под названием WorldSkills. Представители 16 колледжей области сразились между собой в веб-программировании. Первое место занял студент Карагандинского политехнического колледжа Константин Жуков. Второе досталось Ивану Дмитриенко – воспитаннику Шахстинского технологического колледжа. И третье завоевал студент Карагандинского коммерческого колледжа Ярослав Витряк. Региональный чемпионат проходил на базе Карагандинского политехнического колледжа. Студенты сражались за звание лучших в сфере IT-технологий. Целый день они разрабатывали веб-программы, делились опытом и устраивали красочные презентации. Еще бы, ведь самые достойные поедут защищать честь области на республиканском чемпионате WorldSkills, а затем выйдут на международный уровень. Вячеслав Витряк занял в конкурсе третье место. Для меня больше интерес вызвал создание приложения, то есть не просто быть веб-дизайнером, а именно программистом, написание кода. Сложности, конечно, также возникли, они везде возникают, но это было очень интересно и познавательно. В дальнейшем я собираюсь в этом плане очень развиваться, как в программировании, так и веб-дизайне. Иван Дмитриенко занял второе место. Он студент Шахтинского технологического колледжа. Конкурсант признает, было непросто. При выполнении задания возникали трудности, особенно в первом задании, потому что я настраивался на другое. Я думал, там надо было создавать сайт, верстку, но оказалось, что надо было нарисовать в этом направлении, ну, как дизайн, у меня не очень. Константин Журавлев – студент Карагандинского политехнического колледжа. Он стал победителем чемпионата. В скором времени он поедет в Астану защищать честь области. Я выбрал веб-разработку, потому что это дело мне интересно. Она развивается семимильными шагами по сравнению с другими отраслями. И в Казахстане, я рад, что в Казахстане проводят такой конкурс, потому что веб-разработка – это что-то близкое для меня. Было приятно увидеть людей, которые мыслят так же, как ты. Ну и победить тоже было приятно. Дата республиканского соревнования WorldSkills пока неизвестна. Ясно одно – целью конкурса стала популяризация рабочих профессий через проведение соревнований по всему миру. Основан чемпионат в 1953 году. На сегодняшний день в нем участвуют 72 страны. А имам Рина Александр Цирикидзе – первый карагандинский. В гимназии номер 39 открылся кабинет имени великого казахского поэта и публициста Макжана Жумабаева. Примечательно, что гимназия со дня основания носит его имя. Сегодня педагоги школы презентовали класс и учебные пособия, которые написали лично. Подробности расскажет Аим Амрина. «Мы хотим, чтобы наши дети были такими же одаренными, как Макжан Жумабаев. Нашей гимназии в этом году 25 лет. Она ровесница независимости». Открыть кабинет имени Макжана Жумабаева была давней задумкой руководства гимназии. И вот в этом году идею удалось осуществить. В классе есть стенд, посвященный биографии и деятельности великого литератора. Также имеется его бюст. Учителя делятся наработками. Многие из них – авторы ряда учебных пособий. «Мы провели онлайн-конференцию. Конференция делится на четыре секции. Одна из них – «Алаш» и «Независимость». 150-летие Алихана Букихана празднуется на уровне юнырска. И это очень важно для того, чтобы наши школьники, молодое поколение знало об его творчестве, о его жизни, о его политической деятельности». Ученик пятого класса Иршултан Мурадбек гордится своей гимназией. Он хочет стать похожим на Макжана Жумабаева. Мальчик знает его стихи наизусть. «Макжан Жумабаев – аквин, писатель. В будущем я хочу прославить эту школу, чтобы учителя гордились мной». Презентация кабинета сменилась онлайн-конференцией. Ученики рассказывали и показывали проекты на тему «Алашурды. Независимости. 150-летие Алихана Букиханова и о жизни Макжана Жумабаева». С их слов, такие мероприятия помогают глубже познать свою историю. Аймамлина Жаксылык-Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Новости спорта. В домашнем матче регулярного чемпионата единой лиги в ВТБ состоялась игра между баскетбольными клубами «Астана» и «Зенит». Гости из Санкт-Петербурга показали хорошую подготовку и спортивный настрой. Наши корреспонденты следили за ходом игры. В столичной баскетбольной команде отличились Алексей Жуканенко, который принес команде 20 очков. Павел Ильин – 12 очков и Рустам Мурзагалеев – 12 очков. Игроки команды «Астана» были расстроены и признают свои ошибки. Я могу сказать, что, в принципе, если бы мы не сделали очень много ошибок, я думаю, что могли бы побороться и за победу. Но так как мы сделали очень много ошибок, потерь, я думаю, что это самый главный факт. В целом, как бы, защита и в нападении мы играли хорошо, поэтому, конечно, ну, сыграли, в общем, на тройку. Несмотря на жестокую критику и наставление главного тренера, питерский «Зенит» нанес поражение «Астане». В рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ матч закончился со счетом 93-71. Уже в первой четверти российская команда вырвалась вперед со счетом 23-12. Мы неплохо играли, мы неплохо боролись, но этого не хватает. Не хватает, потому что нам надо еще иметь и холодную голову, и надо принимать правильные решения. Мы пропустили 23 ошибки, сделали 23 ошибки. И ошибки были такие, из которых сразу следовали быстрые прорывы, это были чистые очки, это были чистые подарки. Так что, если бы мы выбросили из контекста эти глупые ошибки и чуть-чуть лучше боролись под кольцом, я думаю, что сегодня игра была совсем неплохая. В турнирной таблице «Астана» занимает 15-е место. За время чемпионата у столичной команды было 6 побед и 18 поражений. Питерский «Зенит» занимает 3-е место. Всего у команды 15 побед и 4 поражения. Лариса Хусейнова, Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. В областной специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва проходит чемпионат Республики Казахстан по теннису. 64 участников, подняв ракетки вверх, борются за право стать победителем. Теннис очень старый, но в то же время динамично развивающийся вид спорта. Упоминания об этой игре появились еще в Средневековье. В то время в теннис играли только избранные. Однако сегодня любой желающий может взять в руки ракетку. 14 марта в Караганде стартовал чемпионат по теннису «Караганда Голд». Квалифицированный турнир прошли только по 32 мальчика и девочки. Юные спортсмены приехали из 12 уголков страны. Это и мегаполис Алматы, и горнорудный Лисаковск. Юноши и девушки в возрасте 11-14 лет борются за право стать первой ракеткой страны. Главный судья чемпионата Александр Щербин. Он неоднократно выступал в этой роли не только на республиканских, но и на международных чемпионатах по теннису. Данный турнир проводится под эгидой Федерации тенниса Казахстана. Это идет как серия турниров. Она проходит в разных городах по разному возрасту. Согласно этому турниру подсчитывается рейтинг, и участники зарабатывают очки и становятся сеянными на следующих турнирах. И по итогам года могут попасть в команду сборной Казахстана и поехать куда-нибудь за рубеж, принимать участие за страну. В Караганду представляют 4 участника. Один из них – 11-летний Эрик Жакиянов. Мальчик с 5 лет занимается теннисом. У Эрика напряженный график тренировок. Чтобы достичь высоких результатов, юный спортсмен выходит на теннисный корт 6 раз в неделю. За мечту стоит бороться. Мальчик верит, что станет призером этого турнира. Этот турнир мне нравится тем, что я играю с сильными пацанами, мальчиками, и тем самым опыт зарабатываю. И потом мне легче стоит играть. Итоги чемпионата будут подведены 20 марта. Всех призеров наградят грамотами и медалями. Вход на соревнования в областную специализированную детско-юношескую школу Олимпийского резерва свободный. Желающие карагандинцы могут поддержать молодых спортсменов. Екатерина Афанасьева, Жак Сулак-Нуртай, Александр Цирикидзе. Первый карагандинский. И последнее. Уважаемые избиратели, хотим напомнить, что 20 марта состоятся выборы депутатов Мажлиса парламента и Маслихатов. Республики Казахстан. Для голосования избирателей будут созданы удобные условия. 20 марта рынки города начнут работать с 11.00. О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин